Глубоко уважаемые коллеги, сейчас мы вам, вашему вниманию, предоставим лекцию специфика нейрореанимации. 20 век отмечен интенсивным развитием всех направлений медицины, но с наибольшим темпом развивалась интенсивная медицина, что связано с технологическими достижениями в области мониторинга и терапии. В результате сформировалось несколько направлений интенсивной медицины, обладающих спецификой мониторинга и терапии. И эта лекция посвящена особенностям нейрореаниматологии. История возникновения нейрореаниматологии тесно связана с появлением аппаратов и внедрением методики искусственной вентиляции легких. Впервые на значительном количестве пациентов искусственная вентиляция легких была применена в 40-е и 50-е годы. При пандемии полиэмилита в Европе. Затем, начиная с 50-х годов, искусственная вентиляция стала применяться у пациентов в коматозном состоянии, что значительно улучшило результаты лечения этой группы пациентов, считавшихся ранее безнадежными. 60-е и 70-е годы характеризовались созданием первых специализированных отделений нейрореанимации. Это определялось стремительным развитием нейрохирургии, появлением микронейрохирургической техники, а также внедрением в клиническую практику мониторинга внутричерепного давления и 3H-терапии, то есть гиперволемии, гемодилюции, индуцированной артериальной гипертензии, для лечения пациентов с фазоспазмом после субарахноидальных кровоизлияния. Эпохальным идеологическим событием этой декады стал выход в монографии «Диагностика ступора и комы» Пламы и Познеров в 1966 году, ставшей настольной книгой нейроаниматолога не только за рубежом, но и в России. Переведена на русский язык, она была под редакцией профессора Шахновича. В 2006 году вышло дополненное четвертое издание этой книги, что подчеркивает актуальность этой работы в настоящее время. В 80-е и 90-е годы прошлого столетия в большинстве клиник стали создаваться специализированные отделения нейроаниматологии. Их основу составлял высокоспециализированный средний медицинский персонал, получивший углубленную специализацию неврологии, то есть медсестры могли оценивать уровень сознания и динамику очаговой неврологической симптоматики, что принципиально важно. Ведущие врачебные позиции занимали неврологи, получившие дополнительную специализацию в интенсивной медицине. Первое общество нейроаниматологов появилось в Соединенных Штатах Америки в 70-е годы. Международное общество нейроаниматологов было создано в 2003 году. В настоящее время более 500 постоянных участников из 24 стран мира входят в общество нейроаниматологов. Ежегодно устраиваются всемирные конгрессы, что подтверждает возрастающий интерес и потребность мировой медицины в нейроаниматологии. Первично поврежденный мозг крайне чувствительен к изменениям системно-гомеостатических параметров. И даже при их минимальных колебаниях может сформироваться вторичное повреждение мозга. Это аксиома нейроаниматологии. Артериальная гипотензия, гиповолемия, гипоксия, гипокапния, гипертермия, гипергликемия, гипонатриемия – это ведущие основные факторы вторичного повреждения мозга. В зависимости от выраженности первичного повреждения мозга, длительности экспозиции факторов вторичного повреждения мозга, индивидуальных особенностей организма и заболевания увеличивается объем поврежденной ткани мозга. Что определяет улучшение результатов лечения пациентов с повреждением мозга в специализированных нейромониторных отделениях? Это современный нейромониторинг, позволяющий в режиме реального времени оценивать эффективность интенсивной терапии. Использование накопленного клинического опыта позволяет быстро прогнозировать, диагностировать и дифференцировать экспозицию и проявление факторов вторичного повреждения мозга. Появление новых современных методик интенсивной терапии основано, прежде всего, на физиологических феноменах, и достижение фармакологии, нейропротекции, безусловно, улучшит результаты лечения. Основу лечебной идеологии нейромониторных отделений составляет понимание патофизиологии внутричерепного давления, мозгового кровотока, метаболизма мозга, а также мультисистемный и мультидисциплинарный подход, что крайне важно. Не только рассматривается акцент повреждения головного мозга, но также и последствия повреждения головного мозга и их проявления в организме в целом. Постоянный анализ накопленного клинического материала делает возможность прогноза и эффективной коррекции соматических осложнений, специфичных для различных вариантов повреждения головного мозга. Специфика нейрореанимации определяется применением комбинации шкал для оценки динамики состояния и прогноза заболевания, использованием специфического комплекса нейромониторинга, как было сказано выше, и применением определенных специфичных терапевтических модальностей. Мониторинг внутричерепного давления, электроэнцефалографии, в том числе электроэнцефалографический мониторинг, оксигенация ткани мозга, мозговой кровоток, линейная скорость мозгового кровотока, оксигенация крови в луковице и еремной вены – все это варианты мониторинга, специфичные для нейрореанимации. Цель нейромониторинга диагностирует вторичное повреждение мозга быстрее, чем формируется повреждение тканей, формирует и развивается неврологическая симптоматика. Также нейромониторинг дает возможность оценки физиологических, патофизиологических процессов мозга непрерывно в режиме реального времени, что позволяет оптимизировать интенсивную терапию. Гипотермия, барбитуровая кома, гемостатическая терапия, тромболизис, гиперосмолярная терапия и даже декомпрессивная трепанация – это варианты интенсивной терапии и нейрохирургического пособия, направленной коррекцией остро-развивающихся интракраниальных катастроф. Все эти опции терапии, так же как и выше приведенные направления мониторинга, определяют специфику нейрореанимации. Но, безусловно, основное звено нейроанимационных отделений – высокоспециализированные, обладающие уникальным опытом среднемедицинский персонал и врачи. Только обладающие большим опытом нейроинтенсивисты могут адекватно интерпретировать результаты нейромониторинга, своевременно корректировать интенсивную терапию и тем самым предупреждать воздействие факторов вторичного повреждения мозга, что, безусловно, улучшает результаты лечения пациентов с интракраниальной патологией. Каков же результат организации нейроанимационных отделений? Анализ практически абсолютного большинства источников литературы, оценивающих результаты сравнительной эффективности лечения реанимационных отделений различного профиля пациентов с нейрохирургической патологией позволило сделать вывод, что в специализированных нейроанимационных отделениях достоверно улучшились результаты лечения пациентов с повреждениями головного мозга. Ссылаемся на наиболее авторитетный журнал интенсивной терапии Critical Care Medicine за 2006 год. Активный интерес и широкий спектр исследований, направленных на изучение реакции поврежденного мозга и их специфики в зависимости от характера первичного повреждения мозга, индивидуальных, возрастных особенностей организма и прочих значимых факторов создают предпосылки для создания новых направлений прикроватного мониторинга и методов интенсивной терапии. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо!